В состав детского автопоезда «Забота» входят 11 специалистов, в числе которых лор, ортопед, хирург-андролог, гинеколог, педиатр и многие другие. Здесь можно пройти как полноценный врачебный прием, так и медицинскую комиссию в детский сад или школу. Автопоезд оснащен лабораторией и оборудованием для проведения УЗИ и ЭКГ-диагностики. Медицинские специалисты окажут консультативную помощь, проведут полное обследование и, если потребуется, направят на лечение в краевой центр. Медпомощь в передвижной поликлинике уже получили свыше 400 детей. Трехдневная практика показала, что одним из востребованных специалистов является врач-отариноларентолог. Аденоиды – это самое распространенное заболевание. Ребенок храпит, задыхается, постоянно открытый рот, все осложнения переходят на уши и так далее. Оказываем экстренную медицинскую помощь, если к нам приходят с острой лор-патологией, ну и с другими, конечно же, патологиями. Направляем Владивосток в другие специализированные заведения, на операции направляем. Мобильная поликлиника работает на территории Приморского края третий год. В этом году автопоезд «Забота» посещает Артем второй раз. Таким образом, медицинские услуги охватывают и взрослое, и детское население. Сегодня очень мало узких специалистов находится во многих муниципальных образованиях. Артем, конечно, он более в привилегированном положении, но есть и другие. Поэтому, конечно, такой поезд необходим. Его задача – это скрининговое исследование, выявление вновь патологий и из года в год, допустим, проследить, как изменяется, если уже были выявлены ранние патологии. Это очень необходимо сегодня для жителей нашего Приморского края, как и для взрослого населения, так и для детского. И, конечно, глава муниципальных образований, который правильно понимает эту задачу, в том числе Александр Владимирович, он идет навстречу, помогает, потому что действительно это нужно и для жителей этого муниципального округа. Медицинский автопоезд «Забота» также побывает в поселках Заводской и Артемовский, в районе 8-го километра и селе Суражевка, а завершит свою работу 26 июля в селе Оленей. Время посетить уникальную поликлинику на колесах еще имеется. Луиза Сысоева, Тарас Боднарук, Светлана Нурик, Городские новости.